Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз. Сегодня в эфире много интересного и расскажу вам об этом я, Елизавета Бурмистрова. Итак, смотрите в выпуске. Для юных студентов стартовал восьмой сезон детского университета КФУ. Мы теперь туристы. Какие испытания пришлось пройти студентам Казанского федерального университета? Фитнес-аэробика для студентов со всей России. 1 октября в Институте геологии и нефтегазовых технологий стартовала вторая международная конференция по решению проблем, связанных с исчезновением и загрязнением озера-водоемов. Подробнее об этом смотри в нашем сюжете. Разрушение берегов, выделение вредных веществ, уменьшение количества кислорода, воде и многие другие экологические проблемы стали причиной проведения второй международной конференции. В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ говорили на тему поляэлемнологии Северной Евразии, опыт, методологии, современное состояние. Здесь собрались исследователи со всего мира. В рамках конференции была представлена школа молодых ученых по микроскопическим исследованиям в поляэлемнологии. Завершится конференция 4 октября. Анна Глазунова, Зуфар Галима, Владимир Нелюбин, Универньюз. Студенты уже вовсю выполняют домашние задания. Ходят на лекции, кто-то сдает свои долги. Новый учебный год начался и для маленьких студентов. Стартовал восьмой сезон детского университета КФУ. Анна Глазунова пообщалась с юными слушателями. Выходные для учебы не помеха, считают маленькие студенты. Поэтому воскресное утро 30 сентября актовый зал Института управления экономики и финансов КФУ был наполнен юными слушателями и их родителями. Стартовал восьмой сезон детского университета КФУ. Здесь собрались ребята от 8 до 14 лет. Некоторые из них пришли впервые, а многие уже несколько лет являются студентами детского университета. Я хожу в четвертый год. Мне здесь очень нравится. Я узнала много нового и интересного. Была лекция о мужчинах и женщинах с разных планет Марса и Земли. Это лекция не больше всего. Я очень много узнала новых разных математических элементов, новых исторических городов, мест. Узнала про космос, про окружающие нас страны. В течение этого учебного года для маленьких почемучек будут проведены лекции на различные темы. О звуках физики, об экономике, а также занятия с психологом, посвященные взаимоотношениям в классе. По итогам обучения ребята даже смогут сказать свои первые фразы на итальянском, китайском, испанском, французском и других языках. Главная задача – это заинтересовать ребят в изучении иностранных языков. Мы решили не просто читать лекции об иностранных языках, а поставили задачу научить нескольким словам этого языка, чтобы ребенок почувствовал вкус к языку. Студенты КФУ постарались простым языком объяснить юным слушателям, как правильно тратить деньги, что такое маркетинг и как начать разбираться в азах экономики. Стать студентом детского университета может любой желающий. В течение года занятия будут проходить по воскресеньям в 10 утра в малом зале КСК КФУ «Уникс». Анна Глазунова, Ленарда Влетьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет плотно сотрудничает с индонезийскими университетами на протяжении нескольких лет. В связи с этим в КФУ прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь. 2 октября в актовом зале Института международных отношений КФУ прошла лекция на тему российско-индонезийские отношения. Главным лектором стал чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь Пахицу Прияти. На мероприятии были рассмотрены основные вопросы по поводу стратегического партнерства Индонезии и России. На лекции студенты смогли подробнее узнать о том, как начинались и развивались международные отношения России и Индонезии. Здесь рассматривались экономические, торговые, инвестиционные, образовательные, медицинские и другие аспекты. Анжелика Савельева, Ленар Довлетьяров, Универньюз. Свою выставку «Искусство Шамаиля» гостям представил русский художник, первый русский мастер каллиграфии из Татарстана Владимир Попов. Открытие состоялось в Казанском Федеральном Университете. Анна Глазунова расскажет подробнее. В Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского Федерального Университета состоялась выставка живописца-каллиграфа Владимира Попова. Темой выставки стало искусство Шамаиля. Шамаиль – это своеобразный феномен мусульманской культуры, вид изобразительного искусства. Всем гостям рассказали о том, как линии превращаются в звуки, как музыка обретает свет и как звучит Шамаиль, а также о секретах Шамаиля в технике золотого шитья. В рамках выставки в актовом зале открылся восьмой сезон литературно-художественного салона «Ренессанс». Здесь обсуждали парадоксы Шамаиля. Гостями стали преподаватели и выпускники кафедры дизайна и национальных искусств КФУ, а также все, кому интересна эта тема. Анна Глазунова, Леонардо Влесьяров, Универньюз. Студенты Казанского федерального университета были посвящены в туристы. Через что им пришлось пройти, расскажем в следующем сюжете. На озере Сайвер в республике Марий-Эл состоялся тур-слет посвящения в туристы. Мероприятие организовано туристским клубом Казанского федерального университета «Альтер-Эго» совместно с Департаментом по молодежной политике КФУ. У нас здесь проходит юбилейный 10-й тур-слет, посвященный Дню туриста, 27 сентября, как обычно празднуется Международный день туризма. И мы каждый год проводим слет для новичков, для новобранцев клуба, которые сегодня здесь расположились в нашем маленьком палаточном городке. Посвящение прошли 60 студентов, новичков в туристическом деле. Среди них обучающиеся Казанского федерального университета и других вузов. О тур-слете тур-клуба КФУ я узнала из группы и мне сказала подруга. Потом я записалась и, получается, потом получила оборудование. И теперь я здесь. Надеюсь, что получу кучу новых ощущений. Надеюсь, испытаю на себе новые какие-то навыки, научусь там, не знаю, разжигать огонь. Новичков ожидала серия испытаний для ознакомления с жизнью туриста. У нас целый полигон. Основа – это наше озеро, Савер. Вокруг у него есть несколько этапов. Все они посвящены различным областям и этапам туристической жизни. Ребятам будет выдаваться карта, с помощью которой компасы будут ориентироваться и находить этапы, и проходить конкурсную программу. Это включало в себя сбор и установку палатки, туристический кроссворд, узловязание, разведение костра, плавание на катамаране, ориентирование в лесу и прохождение непригодной местности. Этапы катамаран и прохождение местности требовали командных взаимодействий. Плавание требовало координации движений, а прохождение болот – постоянного контакта участников друг с другом. Во второй день новичков ожидала работа с туристским снаряжением, включающая в себя веревочные этапы. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. В Казани прошли всероссийские соревнования среди студентов по фитнес-аэробике. Свои программы на соревнованиях представили 350 спортсменов из 10 регионов России. Подробности смотри в следующем сюжете. Впервые в Казани с 28 по 30 сентября стояли всероссийские соревнования среди студентов по фитнес-аэробике. Чемпионат по аэробике именно инициирован Казанским федеральным университетом. В этом году мы участвовали в конкурсе грантов, который проводило Федеральное агентство Росмолодежь. И в рамках больше 16 проектов было подано на этот конкурс. И именно в чемпионат по аэробике прошел этот конкурс. Мы выиграли финансовые средства на проведение. Всего в эти дни стоялись три вида состязаний. Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике, соревнования Федерации фитнес-аэробики России по спортивной аэробике и также открытый Кубок Республики Татарстан в будущей страны. Соревнования прошли по пяти дисциплинам. Степ, аэробика, аэробика пять человек, хип-хоп и хип-хоп большая группа. У нас проходит всероссийского уровня соревнований. В наших соревнованиях участвует 10 регионов, 350 участников с разных вузов со всей России. Впервые участниками соревнований стали спортсмены всех возрастов. Для кого-то это были первые соревнования, но для всех это возможность получить билет на чемпионат и первенство мира. Участие в соревнованиях приняли и команды Казанского федерального университета. Мы готовились к этим соревнованиям. У нас были также летом сборы, специально направленные на то, чтобы мы набрали физическую форму. Для нас это очень волнительно, потому что это все для нас. Больше этого нету, по крайней мере в России точно. Организаторами мероприятий выступило Министерство спорта России, Федеральное агентство по делам молодежи Росмолодежь, Федерация фитнес-аэробики России и Казанский федеральный университет. Диана Шилова, Леонид Алитьяров, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас в социальных сетях. С вами была Елизавета Бурмистрова. До новых встреч!